Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на канале ВМЗАП и с вами я, Роман. К нам сегодня в руки попала автомобиль Kia Optima 16-го года выпуска. Пробег порядка 60 тысяч километров. Заглох на светофоре в движении. Были какие-то вибрации, со словом владельца, по ощущениям. И на светофоре автомобиль заглох и больше не заводился. Сейчас давайте проверим масло. Попробуем завести. Есть масло. Ну черновато, да. Ну как владелец нам сказал, он три с половиной тысячи назад менял масло. И машина немножко подъедает его. Но в принципе оно есть. Не то чтобы там его совсем не было. И мы пытались на пустом моторе его завести. Нет, конечно. А так, кварц. Вот он. Менял каждые порядка десяти тысяч километров. Сейчас опять вот вопрос, да, по маслу. Какое масло не лей, но пока давайте мы не будем говорить об этом. Потому что мы еще не разобрали, не установили причину неисправности. Все, не надо больше. Не надо, да. Слышал там, да? Мотор с Optima сняли. Вчера вечером в семь часов уходили. Машину закатили на подъемник. Сегодня с утра девяти часам на работу пришли. Миша уже стоит возле мотора. Когда успел, непонятно. В общем, внешне мотор каких-то откровенных течей, либо явных дефектов не имеет. Относительно сухой. Вот. Сейчас разберем, посмотрим, что там внутри у него находится. Сняли с двигателя переднюю крышку и клапанную крышку. По состоянию, как и владелец нам рассказывал, менял он масло достаточно часто, в районе от семи до десяти тысяч километров пробега. Мы видим, что отложений здесь не очень много. Как клапанная крышка внутри, так и под клапанной крышки. Верхняя часть головки с предвалами тоже достаточно чистая. Ну и в двигателе тоже спереди. Относительно все чисто, без больших отложений. Камера не передает запаха, но здесь стоит такой характерный запах горелого масла. Хотя в головке таких задиров нету. Но сейчас мы снимем коленчатый туван и все там увидим. Но попахивает горелого. Сняли поддон. В нем алюминиевая стружка. Сейчас снимем масляный насос и заглянем во вкладыши. Грустно все это, грустно. У нас вал был заклиненный, когда владелец привез автомобиль. И мы смогли прокрутить только с помощью катюши. Но мы его, видимо, расклинили. И вот он у нас сейчас вращается. Посиневших вкладышей. А вот синий, четвертый цилиндр. Эти все, видите, светлые. Миша оказался прав. Он сделал ставку на то, что это шатунный вкладыш. Но мы с ним и были согласны. Вот он, видите, темный. Как вы думаете, есть ли там задиры? Пока смотрите это видео, напишите в комментариях, что вы думаете по этому. Вернее, даже вопрос нужно поставить не так. Насколько большие здесь задиры? Хотя здесь стоят масляные форсунки. Можете обратить внимание. Вон они. Насколько большие там задиры? Жавой. Тоже жавой. Ну, последняя надежда. Вот он. А вот и вот больной зуб. Ну, наверное, выпал туда, под шатунный залез. Шатун под замену. Ну да, разумеется. А с блоком тогда по согласованию с клиентом. Согласиться, не согласиться. Для того, чтобы завелся и уехал, достаточно будет заменить шатун, вкладыши, ну и детали разового монтажа. Ну, а корни живые, естественно. Небольшие потертости присутствуют, но это не страшно. Не криминал. Так, это пятый у нас, да? И коренные тоже под замену. Вот задир. А, ну, с колена будет новая, но по-любому все под замену. Сейчас будет стоять вопрос сделки балансира. Мы его, наверное, все-таки тоже разберем. Потому что, скорее всего, там тоже будет задерживаться. Будет предложено владельцу поменять на другой насос от КАЕ или... Делаем любое. Ну, лучше, наверное, от КАЕ поставить, без балансиров, в данном-то случае. Лучше, но там есть, например, с изготовлением шестерни. Шестерня на ГРМ и на маслонасос не такая, как на КДКЕ. Но там дополнительные детали нужно будет менять. Мотор у нас КАЕЛ. КАДЖИ. КАДЖИ, да. Нужно брать шестерню от КД и вырезать ее. Слишком большие затраты. То есть нужно вести ее токарю и, грубо говоря, шестерню делаю в половине, потому что на КД она идет слоенная, а на КД она идет разрезная. Вот они, наши шестереночки. Допустим, почему на КАЕ можно просто ее поменять и все. Потому что вот эта шестерня, она идет, видите, с такими же зубчиками, как и здесь. Шестерня КДКЕ. Здесь у тебя другая цепь стоит. Здесь стоят совершенно другие ванны. Здесь на вкусном коллекторе, на вкусных клапанах стоит распредвал с электромагнитным ваннысом. Форма зуба совсем другая. Совершенно другой принцип работы и, соответственно, другая цепь идет. То есть здесь как бы на велосипеде цепь стоит. И, соответственно, эту шестерню нужно оставлять. А на КД шестерню идет вот с такими зубцами и с одной, и с другой стороны. То есть и на маслонасос, и на привод ГРМ. Поэтому нужно брать КД шестеренку и отпиливать ее вот в этот размер. Чтобы она подходила. Лучше штатно все оставить? Почему нет? Не обязательно оставлять все штатно. Можно это сделать, мы уже такое делали. Тут вопрос такой философский. Ты вносишь такие изменения, которые не будут подусмотрены в основном. Почему? Мы же делаем с изменения с КЕ. Нет. Там минимум переделывается. А вне шестерни не перетачиваешь. Ты меняешь только... Все равно ты меняешь шестерню, ты меняешь полностью привод шестерни. Оригинальные ставишь. А здесь ты будешь перетачивать эту шестерню. Это все элементарно делается. Просто в размеры все. Просто мы же не будем делать. То есть размером меньше, размером больше мы выберем. То есть делается все конкретно в этот размер. И будет точно так же это все работать, как и работало с этим вот приводом. И даже лучше. Почему? Потому что производительность маслонасоса КД гораздо лучше, чем производительность насоса КЕ и КЖ. Потому что балансиры на себя забирают большое количество масла. Возможно, это и было причинено из-за дерева вкладышей. Обратите внимание. Здесь заводом предусмотрена установка масляных форсунок. Мы делаем точно так же. В такие же заводские отливки устанавливаем масляные форсунки. А вот и наши вкладыши. Один на один залез и прикипел. Его даже снять не могу. Сгибать надо. Все равно они не живые. Начало положено. Это поршень. Конечно, если сказать, что для КИИ это... Хотя вот маслосъемное здесь не залегло. Вот в этом поршне. Третий цилиндр, видите? Шевелится. Петвертый цилиндр. Здесь задиров больше, видите? Кольца живые. Ну, жалоб это было, да, совсем на другое. Но все равно, тем не менее, да, задиры у нас имеются. Начало положено. Здесь их практически нету. Хорошие поршни. Здесь тоже. Не, ну, конечно, фигня. Но с другой стороны-то... Он бы еще бегал и бегал, если бы не протыкали масло. К 80 тысячам, или даже к 100 тысячам, он бы все равно застучал. Ну, уже 70. Уже 70. Ну, правильно. А у тебя вот... Если бы масло не протыкали, они бы проехали. То есть, тут еще как бы причина, что машина стояла, а кольца легли. Они начали кататься сразу, не поменяв, судя по всему. Ну, они не... Кольца практически нигде. Смотри, живые кольца. Сейчас-то они уже, конечно, отлегли. Она же проехала. Кольца отличные. Ну, он не... Владелец-то пропустил замену масла не по пробегу, а по времени. И по времени, и по пробегу тоже. По... А, у него минус 6, минус 7... Пробег 7 тысяч. Да, минус 6 с копейками, да. Упустил масло. Согласен, да. Но все равно задиры имеются. Один фиг. Тут вот к 100 тысячам... Это было бы человеческим досмотром. Так бы этот мотор еще пробежал бы, я думаю, тысяч сто, и было бы с него в порядке. Это наше предположение. Тут в данном случае сработал человеческий фактор. Да, есть проблемы, есть штатные, стандартные проблемы этого двигателя. То есть, мы подводим итог, да. Там у вас либо заклинит вкладыши, либо будут задиры на цилиндрах, да. Вот этого всего просто, что эти моторы очень чувствительны к маслу, и за ним нужно следить, вовремя менять. Из-за формы поршня, правильно? Потому что вот он. Теплоотвод осуществляется вот этим вот местом. С одной стороны и с другой стороны, да. Соответственно, оно очень маленькое. Требования качества масла должны предъявляться очень хорошие. Масло должно быть офигенным для того, чтобы не было таких задиров. И бензин, кстати, да. Да, но топливо и масло все это вместе и дает. Это некачественное топливо, это высокая температура. Для повышенной десанации, естественно, поршень больше расшатывается. Да. А вот и нагар, видите, который как раз попадает между днищем и стенкой цилиндров. И при перекладке как раз начинаются вот эти вот задиры и закусывания. Ладно, они нам уже не нужны, потому что не хватает. Нет, парашки не успел, да. А вот только крах. Котски. Да, расстраивает это все. Они, конечно, не катастрофические такие, чтобы прямо сказать, ах, капец всему. Владелец не жаловался на стук. Но в любом случае этот дефект здесь присутствует в начальной стадии. Не рано или поздно. Вот они, да, как раз видны. А это у нас, это мы сейчас разобрали масляный насос. И видим внутри балансирные валы. Они тоже с большими задирами. Видите, постели задораны. Все говорит о масляном голодании. И о том, что масляный насос негодный. Блок привезли из гильзовки. Напомню, G4 KG. Один новый шатун. Вот он. Поршень уже на нем установлен. И три шатона старых. Потому что там вкладыши были не повреждены. А здесь шатун новый из-за того, что были провернуты вкладыши на четвертом цилиндре. Если вы еще не забыли, это новые поршни, которые будут установлены. Вон они лежат оригинальные. Сейчас давайте разложим и посмотрим, что будет установлено на двигатель. Новые детали, которые будут установлены на двигатель. Коленчатый вал. Комплект с вкладышей. Коренные шатунные. Про поршни говорил так. Ролик приводного ремля, натяжитель. Ремни. Один и второй. Звездочки. Новые. Вот установлены, кстати, два натяжителя. Цепь. Новая. И масляный насос. Будет модернизированный стоять. Аккуратно. Это также передняя крышка отмытая. Но она, естественно, старая. Прокладку новой поставили. И плита отмытая. А вот и передняя крышка. Отмытая. Так, а сейчас ты головку собираешь. Да, сейчас все отмели, отчистили. Поменяли масносъемные колпачки. Притерли клапана. Полировал чуть-чуть головочку. Так она красиво выглядит. Ну да. Здесь стаканчики, да? Да. Клапана. Кстати, прикол ждаишных моторов, что очень сильно засираются впускные клапаны. Ну ты их сейчас будешь, ну, якобы, регулировать. Будешь по размеру. Постоп подбирать эти самые стаканчики. Стаканчики у меня все были помечены. Это я просто уже разложил, где какой стоял. А так, у меня на каждом стаканчике есть метка, где какой стоял. Ты их соберешь и будешь потом зазор мерить? Да, промеряю зазор. Ну, в принципе, должно быть все в порядке. Пробег машины маленький. Так, установили коленчатый вал, плиту и масляный насос. Но здесь у нас модернизация идет масляной системы. Здесь раньше с завода стоял блок балансирных валов в сборе с масляным насосом. Но из-за этого, из-за потребления лишней точки смазывания, такие как балансирные валы, идет падение давления. Мы, чтобы этого избежать, ставим другой масляный насос. Вот двухлитрового мотора. Соответственно, здесь нужно сделать небольшую доработку. Как в начале видео, когда при разборке говорили, Михаил рассказывал. Здесь шестерня привода другая. Вот это у нас уже новая шестеренка стоит. Видите, она небольшого размера. Вот это оригинальный размер. Видите, да? Соответственно, и цепь привода масляного насоса другая. Новая здесь стоит. И, естественно, болты, которые прикручиваются в масляный насос, тоже используются другие. Ну, они подходящие к этому. Продолжаем сборку двигателя. Это успокоители, которые будут установлены. Новые. Я их тогда не достал из коробки и не увидел, когда раскадывал на столе то, что будет установлено новое. Два натяжителя новых. Один. И второй. Третий положили ошибочно. Миша его сдал. Так, нижнюю часть собрал совсем. Как-то ты прямо легко крутишь-то все, да? Да. Так и должно быть. Прекрасно. Ничего не задевает, не подклинивает. Идеально вращается. Миша, скажи, пожалуйста, вот твое мнение. Я у тебя уже спрашивал, правда, по этому поводу. Но еще раз, если не тяжело, ответь. Откуда задиры появляются? Как с ними бороться? Так, как бы вы ни боролись. Лить хорошее масло – это лучшее, что можно делать. Но это финансовые возможности и экономической целесообразности. Покупаешь дешевую машину, а потом льешь туда безумно дорогое масло и меняешь его очень часто. В результате получается шило на мыло, правильно? Себестоимость владения очень дорогая. Будем говорить откровенно, альтернативы корейцам нет. Согласен, сто процентов. Вы не крутите, вы не найдете такого же качества и что-то дешевле. Если кто-то жигулит. Ну, там комфорт совсем другой, мощность другая. Но в любом случае здесь конструктив именно, да, заложен немножко такой на грани прям. И поршни низкие, узкие. То есть это не только корейцы. Сейчас так много производителей делают. Вместе тот же самый BMW, те же Audi и все остальные премиум-классы. У них тоже на бюджетных моделях стоят очень слабые моторы, которые разваливаются. Там до 100 тысяч даже некоторые не доезжают. А машины стоят там в два раза гораздо дороже, чем корейские автомобили. Поэтому это просто уже мировая политика. То есть по минимуму вложить машину, по максимуму с нее заработать. Ну да, должно продаваться все новое. По всему оно должно ехать, оно должно доставлять удовольствие. То есть, чтобы люди купили в следующий раз тоже такую же машину. То есть, естественно, они там двигателя пытаются как-то усовершенствовать. Но при усовершенствовании форсировки двигателя, естественно, теряется самое важное – это ресурс. И просто как бы даже не найдешь такую машину. Либо она будет там какой-нибудь большой объемник, который жрет много топлива и за которым нужно платить очень много налогов. И стоить он будет соответственно. И причем я даже, самое интересное, погуглил по интернету, набрал по-английски в поисковой строке «Kia Hyundai Engine Recall». И, короче, мне тут же выскочило в Яндексе, что есть такой журнал «Car & Driver». И все те же самые проблемы были в Америке. Только там законодательство чуть построже. И они признавали и меняли эти двигатели по гарантии, продлили гарантию. Потом у них были в 19-м… Эта статья была 17-й год, журнал «Car & Driver». Да, я тоже читал про это. Так что не у нас одних, к сожалению, такое происходит по всему миру. Но гильзовка все равно помогает, спасает на некоторое время. Мы ущемлены в чем-то или для нас самое говно. Нет, это просто… Это у всех так. Сам производитель изначально докладывает ограниченный ресурс на двигатель. Ну скажи… Это почему происходит? Вы, допустим, хотите, чтобы у вас машина лучше ехала, меньше ела топлива. Естественно, они что делают? Чтобы двигатель легче было крутиться, они делают меньше поршень и выше шатун. То есть, соответственно, у вас ход поршня увеличивается, увеличивается мощность. И чтобы она меньше ела, они ставят, допустим, дополнительно на этом двигательстве. Система «ЖДИ» – это тоже добавляет мощность, уменьшает расход топлива. Но ресурс еще падает. И еще и смесь объединяет, чтобы экономичнее было. Конечно, конечно. Что тоже приводит к нагреву. Она лучше ехала, да, действительно, чтобы прибыл приход, чтобы больше кислорода машина питалась и меньше расход топлива. И вы нагружается и без того, как бы слабый двигатель, да, и после нагрузки такой он, естественно, ресурс еще больше падает. То есть, если брать тот же самый КЕ-шный мотор, из которого был собран этот двигатель, это двигатель Ж4КЕ, который просто поставили непосредственно их крыск. Так он отличается только поршнями и головкой блока. То есть, там есть просто пропилы, которые в головке, ну, мы их вам покажем сейчас, куда вставляются форсунки прямого крыска. И на респредвале, на выпускном еще стоит квадрат там под топливного насоса высокого давления. А так это тот же самый КЕ, который, в принципе, на тех же Santa Fe, Sorento, да и на этих же Optima, они ходили по 250 тысяч, то есть, у этого двигателя уже все, ресурс упал. У него, несмотря на то, что стоят и масляные форсунки, и производительный, вроде как, насос. Хотя насос, если честно, очень не понравился, потому что если брать КД-шный насос в разборе, то, конечно, это небо и земля. И покажем, как они выглядят в КЖ. Ну, вам показали там шестеренку, как выглядят в КД-ках? Спасибо. Разберем пока. Скажи, вот самый главный вопрос. Гильзовка спасет же клиента хотя бы тысяч на 150-200. Но к нам же не возвращались такие моторы еще. Ну, я не буду говорить про именно этот конкретный мотор, потому что это будет неправильно. Мы делаем только второй такой мотор, машина еще очень свежая. Эта машина у нас до 17-го. Она еще на гарантии? Она еще даже на гарантии, да. Просто там постояла какой-то период времени. Масло вовремя не поменяли, поехали кататься. И, видимо, в какой-то момент масло уровень упал. Плюс, добавок ко всему, этот насос ужаснейший, который там на ней стоит с балансирами, он просто ужасная конструкция. То есть, она вообще не может работать на этих двигателях. Зачем они его туда поставили? То есть, има не приложу. Вот. Плюс ко всему, это все вот привело к таким последствиям. Просто провернула вкладыш на что-то, на пробеге 68 тысяч. Это ж вообще смех. Да? Согласен. Это смех. Головку покажи, пожалуйста. Головка. Вот она наша головка. Вот они наши пропилы. Это непосредственно для... Это порсунку. Для порсунку. Да. Вот такого давления. Вот ее выход. Здесь выходит распылитель. И, то есть, непосредственно идет расплыл. То есть, если вы обратили внимание, на этом поршне, на этом двигателе там есть такой отлив. Да. Это вот как раз отлив для того, чтобы, да, делать... Ну, то есть, распыл был более, как бы... Ну, то есть, КПД, чтобы больше приносило. И, то есть, чтобы удар был, то есть, без качения. Вот. Ну, опять же, был бы выше поршень, было бы лучше. А поршень сделали еще ниже, чем был. То есть, еще короче он стал. И, естественно, все уже, как бы, качение увеличилось. И, естественно, жадиры появляются раньше. Понятно. Ну, и скажем еще пару слов, что GDI, это у нас смесь технологии дизельной и бензиновой. Мечта средняя. Ну. Не такое большое давление, как в дизеле, грубо говоря, но брыскает непосредственно внутрь цилиндра. Это не только смесь, да. Это просто распыл. Идет топливо не просто струей. И он несколько раз там, по-моему, даже брызгает. Ну, это там своя технология. Ну, тут не в этом дело. Именно в самой технологии, как это происходит. То есть, если, допустим, обычная форсунка, она бьет струей, да, как вы в кране воду открыли, она бум распыляет. То здесь идет облако дыма. То есть, оно, ну, вот как в дизеле. То есть, правильно было сказано, что как в дизеле пыль. Естественно, чем меньше частица топлива, тем лучше она горит. Все, спасибо большое. Больше тебя отвлекаю. Вот здесь стоит пустная, ну, форсунка. Да, да. И здесь стоит форсунка топливная. То есть, удар идет вот в эту часть. То есть, чтобы он бил не в стенку цилиндрового, сделали такой отливчик. Он даже специально обработан. Да, да, да. Он специально обработан, чтобы, ну, то есть, смягчить удар. Так, коробка прикручена. Головка установлена. Осталось дело за малым. Поставить цепи, распредвалы и собрать сверху. И прикрутить навесные агрегаты. Так, мотор полностью собран. В сборе с коробкой готов к установке. Все навесное оборудование на нем повешено, установлено. Дроссельная заслонка помыта, почищена. Будем сейчас устанавливать. Михаил у нас бодр и свеж. Кипит энергией. А коллекторы на них трескаются, да? Слабое место у них бывает. Ну, на КЖ я не могу сказать. На КЖ практически у всех поголовно. Он трескается вот здесь, вокруг датчика. Здесь, снизу. Здесь пробег маленький, он еще целый. Да, он целый еще. Удивительно, конечно, что у него уже катализатор развалился. На таком маленьком пробеге. Да, и самое неприятное, что каталитик стоит близко к коллектору. К лапанам головки. И при разрушении попадает часть керамики в цилиндры. Вскрыли катализатор. Выпускной коллектор, вернее, вместе с катализатором. Это вот одна часть отрезана. Это вот вторая часть. Обратите внимание, что отсутствует часть катализатора. Причем, что самое интересное, да. Вот эта часть сверху. Вот она расположена вот так вот. И получается, что если вот эта часть катализатора целая, ну, она здесь имеется, да, то вот эта половинка от верхней части, да, она должна попасть, по идее, в двигатель. Потому что туда она вылететь не может. Ну, либо раскрошилась на мелкие части и через соты туда пролетела. Но мы с вами видели, да, что вторая часть выхлопной трубы с второй частью катализатора, она там целая. Поэтому вопрос можете написать в комментариях. Ваше мнение, куда делась вот эта часть катализатора. Потому что вниз целиком она проводить не могла. А куски и мелкие части, скорее всего, попали в головку блока и оттуда уже в цилиндры. Вот к каким неприятным последствиям это все приводит. Поэтому каталитические нейтрализаторы мы удаляем. Из-за того, что они недостаточно надежны. По идее, пробег у машины всего там около 60-70 тысяч километров. А катализатор уже, видите, совершенно в ненормальном и нерабочем состоянии. Так, привезли пламя-гаситель. Вот такой вот. Соответственно, пламя-гаситель подбирается под размер банки катализатора. Вот сюда нужен вот такого размера. Здесь мы вытащим все эти. Снимем пленочки все. Итак, друзья, мы с утра пришли, а машина уже собрана. Потому что Миша вчера вечером остался, чуть задержался немного на работе. Но собрал, он двигатель прокачал после сборки. Мы его сейчас с вами давайте заведем. И покажем, что двигатель работает, все хорошо, ничего не стучит и не гремит. Ладно, много слов, давайте запустим. Итак, давайте с вами выполним запуск. Сейчас выключим, а потом... Ну, заводим. Ну, завелась быстро, потому что все, естественно, прокачано и подготовлено к запуску. Вот, как можете слышать, обороты не плавают. В салоне тихо. Мотор работает тоже ровно. Не трясет его и не колбасит. Ну что ж, ремонт закончен. Сейчас поставим пыльник защитный на двигатель. Выгоним машину на улицу и пару слов скажем завершить. Ну вот, друзья, мы и закончили ремонт этого автомобиля. По вашим просьбам сообщаем, что стоимость данного ремонта составила 232 500 рублей. 700 рублей, вернее. Это общая стоимость работы плюс запасные части. Отдельно по работам у нас вышло на 61 500 и запчасти, соответственно, 171 200. Но, хочу обратить ваше внимание, почему так дорого. Потому что мы немножко доработали этот мотор. Видите, он чуть-чуть работает неравномерно. Связано это с тем, что мы изменили здесь масляный насос. Здесь с завода должен был стоять масляный насос с балансирами. Мы их убрали. Поставили от двухлитрового мотора насос большей производительности. Доработали шестерню цепи привода масляного насоса. Поэтому это и сказывается на небольшой... Вернее, из-за этого сказывается такая небольшая юбрация. Но это не страшно, это все нормально. А вы пишите комментарии. Будет интересно почитать ваше мнение по поводу доработки вот этого мотора. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. С вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. До новых встреч.